Здравствуйте. Вопрос от читателей АЧП. Вопрос от Кирилла. Когда-то я думал, что люди много работают, потому что обезумели, но вскоре понял, что они трудятся, чтобы избежать сумасшествия. Труд избавляет от тех мысленных эмоциональных скитаний и наступает глубокий сон, похожий на падение в бездну. Опознав подобный сон, понимаешь, почему поколения рабов, трудившихся в скотских условиях, не прибегали к суициду. Почему сон так важен? Здравствуйте, Кирилл. На самом деле, современное поколение можно тоже назвать поколением рабов. Как бы это ни звучало непривычно, как бы это ни звучало неудобно, но тем не менее это так. Только раньше рабство было в отношении других людей, то есть подчинялись другим людям. А сегодня люди рабы своей душевной болезни. К сожалению, очень много душевно больных людей, и это данные объективных исследований, которые продолжаются, которые подтверждают это еще больше. И, точнее, душевная болезнь или конкретно примитивный тип мышления, это как троянский конь. Вначале кажется, что все еще не так страшно, все еще не так плохо, но потом в какой-то момент КПМ или душевная болезнь берет абсолютную власть над человеком, и уже потом с этим сложно что-то поделать. Приказы начинают отдаваться так называемыми конкретно примитивными суждениями, которые сидят на высших уровнях человеческой психики в подсознании, и которые вытащить оттуда без специальных методик достаточно сложно. Эти конкретно примитивные суждения или КПС, они воспринимаются, если у человека хорошие психические костыли, то они воспринимаются как собственные мысли, но если им не подчиняются, то этих мыслей становится все больше, и болезнь начинает переходить в открытую форму, а когда она перейдет в эту открытую форму, то эти КПСы, они начнут восприниматься уже не как мысли, а как голоса, которые говорят все громче и громче, и в конце концов подчиниться все равно придется. Поэтому человек в основном подчиняется практически сразу своим КПСам. По сути, никогда такой эффективной власти не было, всегда были какие-то недочеты, всегда было какое-то неподчинение, непослушание и тому подобное. А здесь достаточно сложно не подчиниться своим конкретно примитивным суждениям. Отсюда так много различных техник, которые пытаются вот эти конкретно примитивные суждения внедрить на самые высокие уровни человеческой психики, каждому. Это такие как НЛП, нейролингвистическое программирование, трансферинг и тому подобное. Конечно же, это возможно только если у человека хотя бы немножко есть конкретно примитивное типо мышления, потому что с обобщенным сложным типом мышления данные суждения не могут состыковаться, да, и они не могут существовать в здоровой психике. Поэтому это и не очень эффективно. Сегодня мировая психология продвинулась достаточно сильно вперед, и имея этому прорыву азбука человеческой психики, чтобы в этом начать разбираться достаточно четко, то есть на 100% четко, достаточно прочитать книгу, хотя бы первую азбуку человеческой психики, флагман психологии. Можете прочитать на английском, вот она только что появилась в магазинах мира, Alphabet of the Human Mind Psychology Flagship. Там это все описано и разобрано вплоть до самых базовых понятий человеческой психики, которые удовлетворят любого разумного человека. Но вернемся ко сну. Почему все-таки сон настолько важен? Потому как ситуацию, в общем, мы уже поняли, она не очень простая, достаточно сложная. И сон, хороший глубокий сон, он восстанавливает в значительной степени уровень психической энергии человека, которая за день будет тратиться на все конфликтные ситуации, на любую психотерапию, на любое общение с КПМ-ами, будет тратиться, причем достаточно много. И чем больше восстановлен этот уровень психической энергии, тем меньше вероятность, что за день будут нанесены какие-то травмы и какие-то удастся конкретно примитивные суждения вам внедрить на уровне человеческой психики. Но сон, это, конечно же, не единственное, что необходимо. Необходима еще и психическая гигиена, то есть понимать, с кем, как и почему общаться. Если вы знаете, что у человека КПМ, какая форма и так далее, то использовать те методики, которые необходимы, чтобы не создавать ситуацию опасную для себя, для своей психики и для окружающих. И, естественно, нужна еще и психическая грамотность. Желательно достаточно высокое время психической грамотности, чтобы всю ситуацию контролировать в целом и не создавать опасных моментов. Все свои вопросы можете задавать на сайте азбука человеческой психики.рф и сопутствующих ресурсах. Всего хорошего и отличной вам психической грамотности!